Как мы уже знаем, петровские преобразования коснулись абсолютно любой стороны жизни русского государства. Это касается и картографии. Именно при Петре Первом картография в России превратилась в полноценную научную дисциплину. В фондах Российской национальной библиотеки хранится уникальная коллекция петровских карт. Я предлагаю с ней ознакомиться поближе. Картография при Петре стала вообще на научную основу. До этого это были так называемые чертежи, которые мы можем увидеть, например, в чертежной книге Сибири. Это, естественно, Петра не удовлетворяло. Мы знаем, что Петр путешествовал, Петр был в Европе. Он был знаком с европейской картографией, с картографией на научной основе. И, естественно, в первую очередь он мечтал создать карту Российской империи. Ну и плюс еще не было научного обоснования, то есть определения долгод, широт. Для этого Петр Первый открывает школы, чтобы готовить специалистов, в том числе картографов, ну как их тогда называли топографы, то есть съемщики местности. Ну и плюс приглашает он специалистов из Европы, которые бы эти карты создавали. Первые у нас самые ранние произведения русские 18 века, созданные в типографии по приказу Петра Первого. Тоже по его указу была открыта математика-навигацкая школа. И пособия в этой школе делались впервые гражданским шрифтом на русском языке. Сначала это, естественно, переводные, то есть брались за основу карты, изданные в Европе, вот в частности это Ротодамское издание. Такие учебные пособия создавались в гражданской типографии, которой руководил сподвижник Петра Первого Василий Ануфрич Киприянов. Это 1707 год. Это карта мира и карта звездного неба. Здесь Киприянов впервые приводит систему мира по Копернику. Известно, что вот эти карты даже были в кабинете Петра Первого. То есть фактически они помнят даже прикосновения царя? Возможно. Возможно, да. Был доволен Петр Первый вот хотя бы такими первыми переводными картами? Да, одна из карт. Это уже 1717, тоже Василия Ануфрича Киприянова. И тоже переводная, но вот добавлено здесь уже прославление Петра Первого. То есть в картуш портрет Петра добавлен. Ну и впервые вот план Москвы добавляется. Начало генеральной съемки. Это ученики отправляются в поля. И это 1720 год. Материалы поступают оберсекретарю Сената Ивану Ивановичу Кириллову, который обрабатывает эти рукописные карты, печатает. Это окончание Северной войны, 1721 год. И Нештатский мир. И вот граница по этому Нештатскому миру показана на этой карте. Те территории, которые от Шведского королевства отошли в состав России. Да, как бы вновь вернулись в состав России, о чем и Картуш рассказывает. Это Геракл освобождает Тезея из плена. И еще одной задачей Петра Первого было картирование морей. Основная задача Северной войны, которую Петр начал, это выход к Балтийскому морю. По заказу Петра были переведены карты, созданные в Швеции на эту территорию. Варежское море, напомню, что такое старое название Балтийского моря. Балтийское море, правильно. И вот первый атлас был издан в 714 году, а у нас переиздание 719 года, в который добавлены еще три карты, сделанные по русским съемкам. Ну и открывает титульный лист, на котором показан первоначальный вид Петербурга. Ух ты! Да, это гравюра Зубова. Обратите внимание на карты Балтийского моря. И вот впервые появляется герб Российской империи, вот этот двуглавый орел. Создание этого атласа связано с постройкой флота в Воронеже и со спуском по Дону его в Азовское море и далее в Черное. И известно, что, известно из текста в этом атласе, что Петр Первый принимал работы в этих съемках. И потом вот был издан этот атлас в Амстердаме по нашим съемкам. Да, здесь это у нас переводной, а это вот именно вот созданный по нашим материалам. Кстати, любопытный исторический факт. Карты в Петровское время использовались не только для военных нужд, но еще и как средства массовой информации. По приказу Петра Первого с карт делались гравюры для распространения как внутри страны России, так и за ее пределами, особенно в Европе. Таким образом, царь Петр демонстрировал своим союзникам и врагам военные успехи России по всем фронтам.